Приветствую вас! Вынужден согласиться с коллегой в том смысле, что действительно универсального рецепта для вас не существует в этой ситуации. Мне думается, что вам действительно оптимально было бы выбрать себе психолога, да, и поработать именно с психологом лично по всем вопросам, да, то есть высказаться, выговориться, и дальше уже будет понятно, что конкретно с вами. Вот. Значит, мне так видится, по крайней мере, ситуация. Вот. Ну давайте разберёмся с тем, что вы написали. Да, давайте. Постараемся определить, что вы написали. Значит, я состою пищевую в отношении к девочке уже более шести лет. Это моя первая, это первая моя яркая взаимная любовь. Будучи 20-летний возраст, я завела отношения на расстоянии с девочкой и впоследствии приехала к ней из Москвы в Укра... эээ... Москвы из Украины. Я так думаю, что уже тогда у вас были некоторые проблемы. Вот. Мне так видится определённые. Проблема может быть с собой. Проблема может быть с отношением к себе. Вот. И так далее. То есть, вы почему-то нуждались в яркой и... такой вот, несколько идеализированной любви, да? Вот. И плюс в 20-летнем возрасте отношения на расстоянии, то есть явно есть подавление на страх близости. А впоследствии, пищевый так, переехал. Выбросили много трудностей, я постоянно тревожился, что Москва не мое место, ни на что не способность, что не должна быть здесь. То есть здесь, что вы делаете? Вы... обесцениваете себя. А здесь, что вы делаете? Вы принижаете себя, то есть это означает, что у вас низкая самооценка, плюс у вас завычные требования к самой себе. Вот. Требования, надо сказать, совершенно не отвечающие какой-либо действительности, потому что, ну... Собственно говоря, а с чего у вас вообще? Вообще. Какие требования? Так как бы, почему вы считаете, что вы ни на что не способны? Не способны. Почему вы считаете, что Москва не ваше место? Почему вы вообще считаете, что какое-то место ваше в принципе? Да? Вот. В этот момент его нужно учитывать. Дальше. Так, то есть, обесценивание себя и завычные требования к себе нужно корректировать. Я устроился на работу в офисе, был этап прихода к православной вере, и у меня развился синдром неофита. То есть, вы знаете, вот есть такие люди ищущие, вот вы ищущие, да? Потому что, ну, прийти к православной вере той же, да? Ну, просто так вряд ли. То есть, вы очевидно чего-то искали, какой-то опоры. То есть, есть такое понятие, как экзистенциальный кризис. Вот он у вас, судя по всему, есть. То есть, отсутствие мировоззренческой основы вашей жизни. Я запрещал нам что-либо интимное, мы жили как сёстры, ей приходилось только соглашаться, так очень любила меня, так как Вера запрещала подобное. Тут какое-то противоречие. Отношение с девочкой, вы приходите к православию, это яркая взаимная любовь, причём вы пишите взаимно. Это означает, что вам очень важно, что любовь взаимна. То есть, вы не допускаете, что любовь может быть невзаимной. Для вас это очень важно, почему вы выделили взаимное крупным шрифтом. Такое для вас это значение имеет. Вот, но противоречие заключается в том, что любовь к девочке, совместное проживание, приход к вере православной и запрет на это. То есть, что-то с чем-то борется у вас. Плюс ко всему эгоизм. То есть, я не могу сказать, что вы свою девочку любили, потому что вы запрещали ей, соответственно, заниматься с вами сексом. А раз вы запрещали заниматься с вами сексом, значит, вы подвергали её насилию и страданиям. Вот, и уж точно она не становилась от этого счастливее. Так что, насчёт любви вашей к ней большой вопрос. Этот этап прошёл, далее были интимные отношения. А вот что, вот просто взял и прошёл сам по себе? Ну, опять же, это вряд ли, да. То есть, тут по-любому были какие-то нюансы, почему он прошёл, как вы пришли к началу интимных отношений, как это было воспринято вами, девочками. Опять же, первая яркая и взаимная любовь, это в некоторой степени, опять же, идеализация. То есть, вы идеализируете свою девочку, ну, возможно. Чего-то не хватало в отношениях в плане интима и развития отношений. Кому не хватало? Да, то есть, чего не хватало, это нужно разбираться. Так случилось, что на каком-то этапе мы жили как девочка с девочкой, но можно сказать, практически без интима, так как вообще мне не хотелось секса. По какой причине? Подаллельно я бывала на православных сайтах знакомств и заводила знакомства с мужчиной, мне это ни к чему не приводило, а для чего, зачем был бы важен, а как тогда любовь к девушке, опять же, непонятно, да. Потом я была уже на просто сайтах обычных неправославных. Зачем? Те, кто мне нравилось, я им не нравилось, те, кому нравилось, я не нравились или нет. Ну, то есть, это опять же связано с тем, что вы, во-первых, сравниваете себя с другими людьми, не принимая себя, становилось завысиной требованием. Плюс жёсткий стереотип. Дальше. Моя девушка разрешала мне заводить знакомство, допуская мысль, что если я встречу достойного человека, и она лично в этом убедится, что, так сказать, спустя меня. Это демагогия, потому что, если бы она хотела вас отпустить, она бы вас отпустила. То есть, по факту, вы с ней отношения не завершили и начинаете новые отношения, то есть, это демагогия. Я встретила только того человека, который соответствовал, видимо, моему недоромому психологическому состоянию. А какое ваше психологическое состояние? Вот какое оно? Кроме того, это вы считаете, что Москва не ваше место, что ни на что не способны и не должны здесь быть. Вот кроме этого. Так, значит, я встретила больного психопата, жарного, грубого, лицемянного человека. Вот это, по сути, вы встретили того, кто вам нужен. Человек, ограничивающий вашу свободу. Человек, купирующий вашу эмоциональную незрелость и личностную незрелость. Я была слишком добра, не ценила себя. А сейчас? Так, мы многое старались для него сделать. Зачем? Какую цель? Целью получить любовь, а заслужить любовь? С ним произошел интим, и, к сожалению, из-за этого я только и была с ним. Почему к сожалению? Это у вас какие-то предрассудки по отношению к сексу явно. Ага, мне стало зациклено на сексе с ним, а вообще на сексе. Постоянно думала о сексе, до которого я тебя даже абсурбировала на работе. Ну, если это было что-то физиологическое, то это одно дело, если таким образом вы снимали какое-то психологическое напряжение, другая сторона, то тут опять же нужно разбирать. Мое состояние было обратное, душевное и психологическое. В чем? Почему еще и девочка стала ревновать? А, как это связано, что она стала ревновать? И она была готова вас отпустить. И у нас параллельно появилась интимная связь с ней. Параллельно. А как это вообще любовь взаимная? Яркая тут вот, как-то все это забылось. В конечном итоге отношения я прекратила с парнем, но состояние не улучшилось. Ну, правильно, это состояние, это моя жизнь полностью от вас. Я пыталась оформить российское гражданство, мне не удалось и кинула нас на деньги. Кого вас? Очень-почень-почень кинула. То есть такое впечатление, что вы делаете все, чтобы себя обвинить. Я обвиняю себя, вы чувствуете себя более-менее неплохо. Это мазохистический стиль, мазохистический тип личности, связанный с тем, что вы нуждаетесь во внимании, но привлекаете это внимание только каким-то таким вредоносным поведением. Работа-работа. Четвертый год угнетал, не было там развития, ИЗП не устраивало. Так, а как у нас с образованием дела обстоят? То есть я не видел, что вы сказали, что вы учили 20 лет, это достаточно маленький возраст. Сменить работу не удалось, все без исходности, как мне тогда казалось, я решил ехать в Польшу к своей маме и стране. Нет, на самом деле, я думаю, что вы просто сбежали от всего этого в Москве, не желая решать проблемы. Навсегда или навсегда, я не знал, а тут вот навсегда или навсегда, это вообще очень детская история, потому что никто не знает, что будет встретить. А тут случилась жидкая депрессия, притирка с родными, опять проблемы с работой, оказалось, что работы не было. Ну слушайте, я не знаю, я был в Польше, там вроде с работой проблемы не особо. Ну, тут мне кажется, все здесь важно было отношение к себе, подходе к работе и образованию. Так, долго сделал без работы, поработал. Девушка решила приехать поближе ко мне в училику, но с работы я не привезла, и это обратно наскользует меня с собой. Ну, это такое ощущение, что работа для вас вообще-то вторичное какого-то дела, такое общего, в котором бы вы развивались и вообще получали какое-то удовлетворение, вас нет. Вопрос в том, что я не знаю, что мне делать, ехать ли в Москву, и смогу ли я выстроиться своей девочке в будущее, ведь я все время сомневаюсь в ней, хотя она ради, она все ради меня, она все готова, она любит меня, в этом я точно уверен, и по сути я вообще вечно сомневающийся человек, потому что вы не принимаете себя, потому что у вас нет четкой системы ценности, потому что у вас обычные требования к себе, потому что вы сравниваете себя с другими, потому что вы ориентируетесь не на себя, а на других, поэтому если у вас сомневаетесь, это можно как-то подкорректировать. Дальше, то есть сомневаясь с девочкой, вы действительно сомневаетесь в себе. На самом деле момент такой, если девушку вы любите, то есть чувствуете к ней любовь, то есть если вы хотите, чтобы она была счастлива, то можно и нужно пробовать построить отношения, но для этого вам нужно обеим обратиться к психологу и начать работу каждый над самой собой. Если же вы счастья не желаете, только честно себе в этом признать, то лучше не стоит. Я рад. Вот, я хочу понять, чего я хочу, как к этому прийти, как определить свои чувства к девочке. Свои чувства к девочке, как определить, я сказал, чего вы хотите, это только работа с эмоциональным интеллектом, это определённый процесс. Как к этому прийти через методику, в которой подойдёт лично вам. Методика подбирается в ходе индивидуальной беседы. Что касается тегов, то правильного выбора нет. Всегда чего-то отказываетесь, что-то получается, это нормально. Главное ориентироваться, постараюсь ещё раз на себя, чего вы не делаете. Ну и выходите из такого жертвенного поведения, в котором вы сейчас находитесь, почитайте проугольник Карпмана. Думаю, это даст вам общее представление об этом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok